Продолжение следует... Я Павел Давыдов, здравствуйте! Главная задача, которая сегодня стоит перед руководством города, получение статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Недавно была одобрена соответствующая заявка, но впереди еще много работы. У нас в гостях глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Борис, здравствуйте! Здравствуйте! В интернете на официальной страничке вашего города нашел следующую фразу. «Мы из племени оптимистов, у нас все получится». Эта фраза вдохновила обозначить тему нашей с вами беседы просто «Оптимисты из Кумертау». Скажите, что же движет этим оптимистичным настроем? Да, действительно, у нас такая фраза есть на нашем сайте, и это на самом деле так, потому что наш город молодой, перспективный, и мы хотим из Кумертау сделать территорию успеха. В своей работе я всегда говорю о том, что нас очень хорошо поддерживает Жустем Закич Хамитов, глава нашей республики, правительство республики Башкортостан. И вот на днях, буквально, ну на днях я имею в виду год-два, мы начали работать с фондом развития моногородов, это команда профессионалов, работников Внешнеэкономбанка, которые на самом деле дали нам какую-то надежду на то, что и федеральная поддержка у нас тоже может быть. Борис, вы сказали, что главная цель сделать успешным город, а как ее достичь в нынешних непростых условиях? Да, вы правы, город должен быть успешен. Вот и наша монозависимость от одного градообразующего предприятия, это наша беда и наше преимущество, потому что уникальная возможность сейчас появилась у всех моногородов избавиться от этой приставки «моно». Главное сейчас быть активным, активным именно в своей команде, подобрать команду недомышленников, которая может в дальнейшем активно участвовать в федеральных целевых программах и тесно сотрудничать с такими организациями, как Некоммерческий фонд развития моногородов. Но вертолеты, которые выпускаются на городском авиационно-производственном предприятии, известны не только в Кумертау и России, но даже за пределами нашей страны. Скажите, а какие отношения у администрации города с этим градообразующим предприятием сегодня? Ну, во-первых, это наше предприятие, городское, мы говорим так, несмотря на то, что оно относится к вердолетам России, холдингу. Мы дружим, у нас очень хорошее отношение с руководством предприятия, недавно там изменился управляющий директор, наши люди работают на предприятии. Мы стараемся обеспечить и транспортную инфраструктуру к предприятию, недавно там мы заасфальтировали хороший участок дороги, у нас там и транспортное сообщение хорошее. Мы совместно всегда проводим наши городские мероприятия, активно участвуют и горожане, и заводчане в наших мероприятиях. Поэтому живем дружной семьей, и хочу сказать, что мы очень зависим от нашего градообразующего предприятия. Ну, насколько я понимаю, вот эта зависимость вас сегодня и пугает. Вы хотите сделать так, чтобы этой зависимости было меньше в рамках города, правильно я понимаю? Да, да, действительно правильно понимаете. А от этого две страны не пострадают? Нет, наоборот, мы только приобретем, потому что мы, когда принимали решение о диверсификации нашей экономики, мы поняли то, что существенно органы местного самоуправления на развитие такого мощного предприятия, как КумАПП, так как они выпускают вертолеты уже, можно сказать, федерального значения, мы повлиять не можем. И мы всю свою энергию и силы начали тратить на именно диверсификацию экономики. Поэтому определили приоритеты, как бы посмотрели, какие у нас есть и земельные участки, и площади. Это все упаковали в одно единственный комплекс инвестиционный план развития города КумАПП и вперед начали развиваться именно в части поддержки не только республиканских властей, но и федеральных. Правильно ли я вас понимаю, что сегодня все силы городской администрации брошены на получение статуса территории, опережающего социально-экономического развития? Мне даже показалось, что вы отчасти пытаетесь форсировать события, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс. Это действительно так? И с чем это связано? Да, действительно так. Нам важно, чтобы к нам в Кумертау пришли крупные инвесторы. Как, например, сегодня очень крупный проект реализовывается в Кумертау – это строительство массоэкономического завода. Инвестор вкладывает в производство порядка 6 миллиардов рублей и создаст при этом 627 новых рабочих мест. Для нас это социальная стабильность в Кумертау. Поэтому мы не хотим, чтобы наши люди переживали за свое будущее, чувствовали себя уверенно в Кумертау, не уезжали никуда, а именно оставались работать в Кумертау. И своих детей тоже старались остановить, и чтобы они работали в Кумертау. Мы стараемся делать все для этого сейчас. А территория, опережающая социально-экономическое развитие, как раз даст нам возможность привлечь крупных инвесторов на территорию города. И здесь будет зависеть от того, как мы быстро и в какие сроки будем оформлять те заявления крупных инвесторов, которые будут поступать в администрацию. В том числе оформление земельных участков, передача в аренду тех иных площадей и так далее. А какие сроки в этом непростом процессе вы обозначили для себя? Мы уже подали заявку в комиссию Министерства экономики Российской Федерации по получению статуса. Комиссия нашу заявку одобрила. Сегодня мы проходим обучение управленческих команд под Московской школой управления в Сколково. И как только мы защитимся, именно вот защитим комплексный план развития города Кумертау на ближайшую, на долгосрочную перспективу, после этого будет изданно постановление правительства СССР о присвоении статуса территории опережающей социально-экономическое развитие города Кумертау. Оптимисты из Кумертау. Как получить статус территории опережающего развития? Нужно больше работать, нужно больше показывать свои результаты, свои работы. И тогда, я думаю, что оптимистов у нас тоже в Кумертау будет очень больше. У нас в гостях глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Статус территории опережающего социально-экономического развития позволит получать налоговые льготы для местных предприятий, но для большинства обычных жителей, не предпринимателей. Это ровным счетом ничего не значит. Могли бы вы пояснить, что это даст рядовым простым жителям Кумертау? Для наших горожан, во-первых, даст это работу. Работу – это раз, и уверенность в завтрашнем дне – это два. Потому что сегодня в условиях тяжелейшего кризиса и в Российской Федерации, это ощущает на себе и моногорода, и малые города. Сегодня мы не видим перспективы на завтра. Эта территория даст нам возможность именно смотреть с уверенностью в завтрашний день. Люди будут видеть, развиваются производства, люди будут видеть, создаются новые рабочие места, ну и люди, соответственно, захотят именно тоже активно принимать участие в жизни города. Они сейчас у нас очень активные, и вот именно с их помощью, с их поддержкой мы сегодня занимаемся важным для нас делом. У вас на сайте также сказано, что вы часто встречаетесь с местными жителями, а что их сегодня больше всего беспокоит? С чем к вам обращаются? – Во-первых, очень много вопросов жизненных, которые находят место быть в Кумертау. – Ветхое жилье, наверное, да, социальные проблемы. – Мы сейчас активно, кстати, участвуем в федеральной программе по сносу аварийного жилья. Практически все аварийное жилье мы сносим уже к концу 2016 года. Ну, в основном, проблемы трудоустройства. Проблемы малых городов, они везде едины, и поэтому моя задача – создать новые рабочие места, обеспечить нормальной, хорошей заработной платой людей, а дальше уже… То есть я должен поработать над доходами жителей, а уже расходы, и они уже знают, куда девать. – Знаю, что в Кумертау много общественных и некоммерческих организаций. Скажите, пожалуйста, в какой форме происходит общение администрации города с общественниками? Это диалог, дискуссия или даже споры? – Вот три в одном у нас это происходит. Мы собираемся с нашими общественными организациями, очень тесно сотрудничаем с Советом ветеранов города Кумертау. Ежегодно я встречаюсь с правлением Совета, с Советом самим, отчитываюсь о проделанной работе. Более того, мы часто очень с ними выезжаем на те наши больные точки в городе Кумертау, которые существуют. Это те же самые реконструкции памятников, каких-то мест достопримечательностей в городе Кумертау. И они дают нам администрации указы, поручения, можно сказать, как в том или ином виде они видят решение этой проблемы. – У вас на сайте сказано, что представители разных национальностей, приехавшие когда-то строить город, сплотились в единое братство земляков. А вот в связи с этим национальных конфликтов не возникает? – Абсолютно национальных конфликтов не возникает. Мы живем дружной семьей, у нас очень хорошее отношение со всеми конфессиями в городе Кумертау. Мы дружим и с представителем мусульманской веры, и с церковью. У нас хороший гурултай башкир развитка, наш чуваший. То есть мы на всех наших городских мероприятиях привлекаем все конфессии в городе Кумертау и стараемся показывать, что есть у нас лучшее нашим людям. – Еще очень интересный факт. В Кумертау такое количество разных памятников стелл. Я вот насчитал более десяти. Это памятник ликвидаторам техногенной катастрофы, стелла строителям крылатых машин. – скульптура Михаила Васильевича Ломоносова. С чем это связано? Это предмет гордости или культурных обычай? – Хочу сказать, это и предмет гордости, и культура обычай, потому что это наши памятники стелла, это символ нашего времени. Их строили, создавали наше поколение, которые жили и трудились в городе Кумертау. И это основная задача органов местной власти, чтобы поддерживать те начинания, которые делали наши предки. Поэтому мы благоустраиваем те памятные места, которые у нас пришли в ветхое состояние, создаем новые памятные места, и мы гордимся теми, той историей, которая у нас в Кумертау была. – Борис, город у вас небольшой, но, я так понимаю, гости-то постоянно приезжают. Как развиваетесь туристическую сферу? – Ну, город у нас, правда, небольшой, и туристическая сфера, она у нас только начинается развиваться. У нас сегодня на место нашего разреза угольного образовалось огромное водное облако, которое до сих пор еще увеличивается, и буквально лет 5-6 нам еще осталось, для того, чтобы оно пришло в устойчивое именно свое положение. И мы на этом месте хотим развить очень хорошую зону отдыха. Более того, у нас прекраснейшая есть лыжероллеротрасса, которая подлежит реконструкции. На этой трассе в свое время тренировались участники Олимпиады в Советском Союзе еще, поэтому очень есть достопримечательные места, парк культуры и отдыха именно Гагарина. Мы туда субсидировали средства для строительства детских площадок, у нас там осталось реконструировать наше колесо обозрения, очень понравившееся нашим жителям. И к нам приезжают из соседних районов и городов республики Башкортостан, чтобы просто хорошо провести время, потому что наш город безопасен и комфортен для проживания. Но тем не менее город у вас достаточно молодой по российским меркам, а какие-то традиции, которые были заложены еще отцами, сохранились? Мы проводим День города, это ежегодно наше мероприятие, где чествуем наших ветеранов, где чествуем наших достойных почетных граждан, ветеранов Великой Отечественной войны в том числе, заслуженных работников наших. Мы в городе Кумертау создали прекрасную аллею славы и почета с портретами наших горожан, заслуженных жителей города Кумертау. Сегодня это место очень привлекательное для наших граждан, где и дети, и взрослые, и пожилые люди гуляют, отдыхают и смотрят на тех людей, которые действительно внесли в историю города Кумертау определенный труд. Борис, а сейчас позвольте я задам вопрос от наших телезрителей, которые прислали их через социальные сети, а также на электронный адрес нашей программы bssobako.ptvr.ru Я напоминаю, сегодня у нас в гостях глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Борис, вопрос от наших телезрителей. Статус территории, опережающего социально-экономическое развитие, позволит ли расширить границы города? Нет, он не позволит расширить границы города. Все будет происходить именно в границах территории городского округа города Кумертау. С чем связано создание психотерапевтического центра в городе? Не с тем ли, что, согласно статистике, Башкирия в течение последних лет является одним из депрессивных регионов страны? Я бы не сказал, что мы являемся депрессивным регионом страны. У нас очень развивающаяся и хорошо экономически подкована республика. Поэтому это связано с тем, что люди, которые нужны, нужно бы получать социальные услуги, они могли получить это в городе Кумертау. Чисто только из-за этого. Ну и в продолжение этого вопроса телезрители интересуются, как лично вы боретесь с плохим настроением? Я сажаю картошку, выхожу в лес, отдыхаю с семьей и стараюсь быть просто ближе со своими родными и проводить время больше. Борис, следующий вопрос. Не является секретом, что молодежь часто уезжает из малых городов России в мегаполисы. К Кумертау это тоже относится? Это относится ко всем малым и моногородам в том числе. И поэтому моя задача и задача моей команды, которую я ставлю перед ней, чтобы не уезжали, чтобы вернуть обратно тех, кто уехал из Кумертау на заработки. И третья задача, это чтобы приезжали к нам зарабатывать деньги. Амбициозная задача, но мы постараемся ее выполнить в течение 5-7 лет. Но сейчас мы к этой цели идем. Борис, что для вас стало самым сложным на посту руководителю города? Какое решение далось непросто? Мне все решения даются непросто, потому что все мои решения связаны с судьбами людей. С людьми их дальше комфортного проживания. Поэтому на посту главы администрации городского округа Кумертау мне очень интересно работать. Ответственно. И когда мы видим положительные результаты и благодарственные отношения людей к администрации, я считаю, что мы не зря работаем. А есть ли у вас оппоненты и как с ними общаетесь? Нет, мы всегда с ними находим конструктивный диалог. Мы всегда с ними общаемся. Либо я их переубеждаю, либо они меня убеждают в том, что нужно именно так сделать. Я всегда принимаю точки зрения здравого смысла. И мы находим общий язык, потому что мы живем в одном городе. И каждый из нас хочет, чтобы в городе было лучше. Поэтому лучше решения находим. И у нас вопросов, проблем с этим конкретно нет. Борис, ну, завершая нашу беседу, оптимисты из Кумертау, еще раз напомню, тема обозначена была так. Что нужно сделать, по-вашему, чтобы оптимистов в вашем городе было все больше, больше и больше? Нужно больше работать, нужно больше показывать свои результаты, свои работы. И тогда, я думаю, что оптимистов у нас тоже в Кумертау будет очень больше. Очень много. Борис, большое вам спасибо, что нашли время и поделились с нами, с нашими телезрителями, секретами оптимистов из Кумертау. Я пожелаю дальнейшего активного развития городу, всем жителям процветания, ну и, конечно, скорейшего получения статуса территория, опережающего социально-экономическое развитие. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас в гостях был глава администрации города Кумертау Борис Беляев. С вами был Павел Давыдов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»